Доброе утро! В эфире новости в студии Полина Бурнашова и перейдем к выпуску. 8 тысяч домовладений Барнаулом получат газ в 2022-2023 годах. Такую цифру назвали на заседании штаба по догазификации в администрации краевой столицы. Сейчас на проектной стадии находятся 30 распределительных газопроводов в Михайловке, Пригородном и Центральном поселках, Бельмесево, Лебяжьем, а также Плодопитомники и Борзовой заимки. В этом году завершат проектирование 14 объектов, чтобы в следующем приступить к строительно-монтажным работам. В текущем году сроки подведения газопроводов до границ домовладений скорректируют. Для этого горожанами подпишут дополнительные соглашения. В селе Михайловка Бурлинского района после капитального ремонта открыли школу. Здание построено в 1966 году и с тех пор капремонт там не проводился. Работы начались с 28 апреля. На это время школьники учились в других зданиях. В школе обновили кабинеты, мебель и оборудование, а также открыли класс Центра точки роста. Установлены пластиковые окна и двери, заменены системы отопления и канализации. Работы провели по региональному проекту модернизации общеобразовательных организаций. Сделать планету чище предлагают жителям Алтайского края. В нашем регионе проходит акция «Экология за нами». К ней присоединились больше 130 образовательных организаций. «Экология за нами». В этом уверен студент из Новоалтайска и автор одноименного проекта Даниил Егоров. По его инициативе дети и подростки в образовательных организациях собирают специальные контейнеры, макулатуру, батарейки и пластиковые крышечки. Он помогает вывести и сортировать вторсырьем. «Это, конечно же, и польза экологии, плюс это экологическое просвещение детей и молодежи. У нас в проекте задействованы от детских садов до вузов. То есть ребята, начиная с такого маленького возраста, переходя уже в вузы, все это видят. И, конечно же, это складывается на их экологическом воспитании». 121-й Барнаульский лицей в прошлом году стал лидером по количеству собранного в торсырьям. Школьники и учителя сдали больше тонны макулатуры и 40 килограммов пластиковых крышечек. «Школа – это социальная общность. И мы распространяем эту культуру благодаря нам, родители, не только дети, но и родители подключаются к проекту. И я думаю, что наш мир, экология становится чище, когда мы организуем все это». Кстати, в образовательной организации трудится команда эковолонтеров. Ее организовали ученики старших классов. Они самые активные участники проекта. Их задача не только собрать как можно больше вторсырья, но и провести тематические классные часы для малышей. «Не загрязнять природу, потому что мы сами на ней живем. И природа – это нам тоже мама, она нам дает плоды, еду, все. И еще из пластика можно делать разные вещи – кепки, футболки, бутылки, из которых мы покупаем и пьем воду». В этом году число участников проекта увеличилось в три раза. Он вышел на краевой уровень. Теперь вторсырье будут собирать дети и подростки из Бийска, Рубцовска и Новоалтайска. Дарья Кончина, Сергей Седых. Новости. Новогодние праздничные площадки откроют в каждом районе Барнаула. О планах украшения города рассказали в администрации краевой столицы. Новогоднюю ель установят на улицах Молотобольской, Титова, Площади Мира и в парке Алексея Смертина. По всему городу построят ледяные фигуры и световые конструкции, а также развесят гирлянды. Закончить новогоднее оформление Барнаула планируют к середине декабря. А у меня на этом все. В студии была Полина Бурнашова. Хорошего вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова